Здравствуйте, друзья! Вы на канале Арт Мимишки. Если что-то понравится вам, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А сегодня мы будем рисовать свиристелей, очень красивых птичек. И рисовать мы будем на очень интересном фоне. Смотрите, может быть вы знаете эту технику, но давайте я вам еще раз ее расскажу. А техника заключается в том, что на акварельные краски нужно положить пленку. Смотрите, какие красивые получаются разводы. Видите, я сделала сразу формат А4 и потом разрезала его пополам. И очень-очень красивые такие, смотрите, переходы, переливы цвета получаются. И фон уже готов. И уже по этому фону можно что-то придумать и рисовать. Не обязательно птичек. Ну, мне кажется, вот для такого фона хороши будут снегири. Для зеленого фона, вот такой синий-зеленый, мы как раз и возьмем свиристелей. Давайте напомню вам, как сделать такой фон. Ну, во-первых, нужно очень хорошо намочить листик бумаги. Если у вас малярный скотч, да, вот как я делаю, то с обратной стороны листик можно не мочить. Если же у вас нет малярного скотча, то нужно листик намочить и с другой стороны, тогда он просто у вас не будет выгибаться. Вот я хорошо намочила листик. Обязательно сбрызните перед работой акварельку. Можно из пульверизатора, можно по капельке поставить водички. И давайте... Хотите, если чтобы фон был активным, значит краски берите побольше. Если не хотите, чтобы фон был активным... О-о-о, у меня тут каракатица проплыла. Вообще, ой-ой-ой, ладно. Если не хотите, чтобы фон был такой очень активный, то побольше разбавляйте его водичкой. Ну, достаточно хорошо так помочите, чтобы это было, знаете, прям вот такие вот лужицы, они растекались, потому что на них, на этих лужицах будет то, что ж такое прям, опять я в этот цвет, ага, вот такой вот, немножечко красненького подбавим. Не очень много цветов берите. Ну, хотя, знаете, вот зачем я это вам буду говорить? Получите удовольствие от того, что вы мажете красками. Пока это все во влажном состоянии. Возьмите обычную пищевую соль и сверху это все посыпьте. Здесь уже пойдут прям шикарные такие акварельные эффекты, особенно там, где вот много водички. Сейчас я камеру приближу, посмотрите. Смотрите, соль, просто кристаллы соли, они впитывают в себя вот эту вот водяную акварель и тут ореолы получаются. Для полноты картинки, чтобы у нас еще было поинтереснее, покраше, скажем так, вы берете пленочку и эту пленочку накладываете. Наложили эту пленку, смотрите, это можно так оставить. Эту пленочку можно взять и немножечко подкручивать, то есть вы можете создавать какие-то дополнительные эффекты. Это первый способ. А второй способ, вы можете эту пленочку взять и смять ее. То есть вот она в мятом состоянии, тоже получается, здесь больше заломов у вас получится. И вы на свою работу это все накладываете. Видите, там мелкие такие узоры, получаются очень-очень интересные. Так ладошкой прижмакали это все. Кстати, можно и здесь какие-то закрутишечки сделать. Там вот прям вот взять, вот так вот закрутить, все остальное вот так вот прижать. Это можно оставить, а можно взять и подсушить феном. Я ждать не очень люблю, поэтому здесь, вот в этих работах у меня все подсушено феном. Я подсушила феном и через там 3 минутки у меня вот такая красота была готова. Потом я пленочку убираю и вот что у меня получается. Сверистили птички очень красивые, особенно сочетание различных оттенков серого на их туловище. Поэтому мы сейчас, первое что мы сделаем, мы получим вот эти вот различные серые оттенки. Так, смотрите, делаем основной замес. Я беру лужицу достаточно такую, видите, такую сугробистую лужицу, такую прям сметанковую лужицу и добавляю туда черного. Не ярко такой серый и не темно серый, а такой вот пушисто-серый цвет у птички. Вот такой вот. И давайте вот такой вот серый я получила, но я вот изначально этим серым сделаю набросок своей птице, потом пристрою, возможно, где-то там ягодки рябины. Не знаю еще, как это все будет, но фон достаточно красивый. И это формат А5, но по такому акварельному фону, для того, чтобы получилась яркая картинка, нам нужно работать гуашевыми красками. Это вы поняли, я тут замес делаю гуашевыми красками. И сразу я намечаю эту птичку. Смотрите, как сделать так, чтобы не ошибиться, потому что здесь замазать этот фон, он же не гуашевый, мы не можем. Поэтому вы сразу выстраивайте эту птичку. Вы можете делать карандашиком, а можно делать и гуашью. Кто там самый смелый, тот молодец, тот герой, тот со мной. Так, под наклоном, который вам нужен, вы выводите линию. И вот по этой линии уже можно делать туловище птички. Давайте сразу. Знаете, у нее туловище не маленькое, у этой птички. Формат А5 нам с вами позволяет хорошо эту птичку и прорисовать. Так, и я вот прям реально картошку рисую. Вот такой вот овальчик я рисую. Вот этот овальчик. Видите, он прям достаточно ярко тут будет смотреться. Так, я пока вот просто подзакрасила, посмотрела, как себя красочка поведет. Смотрите, от этой картошечки, ну от этого овальчика, я вывожу вот сюда еще вот такую шишку. Так, пух, пух, шишку вывела. Так, но у птичек достаточно такая грудь побольше. И я вот эту грудь вот так вот выведу. Вот. У них расширяется туловище, к голове расширяется, а к хвостику оно сужается. Вот так вот я сделала. И сразу вывожу хвостик. Так, вывожу хвостик. А я вот, знаете, я вот так вот по спинке поглажу. По спинке поглажу. И все, у меня хвостик выведен. У свиристели хвостик, он не распушенный такой, а он вот прям, знаете, таким толстеньким, такой толстенькой морковкой. Вот так вот. Так, я здесь еще могу что-то добавлять, что-то прибавлять. Я пока даже не буду крылышки выводить, но мне уже хочется подзакрасить. У них явный хохолок есть, но это мы выведем потом, сейчас вот будем закрашивать. Изначально вот эта часть, она, знаете, такая розоватая. Поэтому в этот серый, обратите внимание, белый я оставила. Я получила серый. В кусочек своего замеса я добавляю немножко красного. У меня получается, знаете, такой красиво серо-розовый. Вот. И вот этим серо-розовым я прорисую голову своей птички. Так, головку прорисовала. Теперь идем дальше. Ее грудка будет охристо-серая. Немножко. Или желтовато-серая. Вот возьмите тот цвет, который вам нравится, желтый или охристый. Что вам более интересно так будет. Даже если мы, вот еще раз говорю, даже если мы сделаем птичку не точь-в-точь, как она в природе существует, ничего в этом страшного нет. Вообще. И я вот таким серо-охристом я выведу грудку своей птички. Прямо так вот поглажу. Вот сюда к животику я сделаю чуть-чуть посветлее серый. Вот. Чуть-чуть вот так вот я поглажу. Тоже. Смотрите. Я всегда работаю полусухой кистью. Полусухая кисть позволяет не смешиваться фону с основным цветом. То есть моя акварель, она не будет подниматься. И краска ложится достаточно плотно. Вы знаете, что гуашевая краска это краска укрывистая. Но главное здесь полусухая кисть, на которой должна быть краска. То есть вы всегда работаете краской, а не водой. Так, хорошо. А вот верх спинки мы сделаем серо-голубой. Вот сегодня какие цвета у нас красивые. И все это оттенки серого. И все. Я вот смотрите, какая цветная ложица у меня получается. И я сделаю вот такой вот серо-голубой. Очень красивый цвет. Смотрите, какая птица получается. Интересная. Так, что здесь теперь нужно сделать? Ну, во-первых, давайте выведем ей крылышко. Крылышко более насыщенное по цвету. И я возьму в любой замес, который вам... Вот здесь в любой замес у нас одна лужица. И тут вот кучка маленьких разноцветных по цвету лужиц. Так, ну я вот, например, сюда, да, я возьму черного, побольше черного. Так. И выведу ей крылышко. Смотрите, у птиц тоже есть плечо. Только у нас от плеч идет рука, а у птички от плеча идет крылышко. И крылышко не маленькое. Птичка, а отряд воробьиных, ну, там каких-то там еще сверистелевых. Вот. И я поглажу вот это крыло. Плавно волью его. Вот в этот серо-голубой. Мне не хочется прям очень явно это крылышко показывать. Особенно вот здесь. Но и смотрите, как получается интересненько. То есть сегодня работа не каля-маля, нет. Здесь сегодня надо все это очень ярко, все очень красиво прогладить. Так, я сейчас вам, кстати, покажу свой референс. Вот фотография, с которой я срисовываю. Если кому-то понравится такая птичка, да, такая сверистель, смотрите, какая она красивая, ну, очень красивая. Вот. Тот прям срисовывает с референса. Ищите, смотрите и работайте. Ну, а я продолжаю, продолжаю свою птичку. Так, теперь мне нужно более ярким черным цветом показать окончание крыльев своей птички. И я беру прям чисто черный и окончание крылышек я вывожу чисто черненьким. Вот так вот. Пока у меня на кисточке черный цвет, мне нужно вывести, во-первых, клювик и вывести хохолок. У этих птиц просто очаровательные хохолки. И я вот этим черным или прям черным-сером, чтобы так сильно не пугаться, я вывожу клювик этой птички. Вот, смотрите, этот клювик небольшой. Вот такой вот этот клювик будет. И от этого клювика идет полоска. То есть у этой птички как бы красиво накрашены глазки. И вы эту полоску приводите, ну, вот где-то вот к макушке этой птички. Красиво введем. Вот так вот. У ней как бы масочка такая. Вот такая масочка. Она достаточно ровненькая, эта масочка. Вот мы ее нарисовали, эту маску. Фу, как я не люблю в нашей гуаше черные краски. Вот не люблю. Это не черные, это я не знаю, это прям вот безобразие. Что-то я тут проскрепела так. Немножечко поругалась на нашу промышленность. И чуть-чуть у нее идет бородка из-под клювика. Идет вот такая вот бородка черненькая. Вот вам какую красивую, что-то какую-то фигурку, галочку нужно нарисовать. Высохнет вот этот вот цвет. Я еще раз сделаю поярче его. Просто поярче сделаю. У меня этот черный прям не устраивает. Хвостик у этой птички тоже нужно сделать черненьким. Ну вот у меня черный просто на кисточке. Я вам всегда говорю, вот взяли один цвет, да, допустим. И сразу смотрите, где, ну в данном случае, где в этой птичке черный цвет. Что каждый раз мыть кисточку. Не нужно этого делать. И я раз, раз, раз и разбросала этот черный цвет по всей птичке. Еще раз смотрите. У них хвостик просто вот такая вот, такая какая-то морковка. Вот с краешка откусанная. И здесь, да, красиво так смотрится. Ну что еще? В принципе, а, да, слушайте, мы забыли ей вывести хохолок. Самую главную ее часть это хохолок. Возвращаемся к какому-то замесу серому. Что тут у вас есть? И достаточно хороший хохолок. Прям я посветлее сделаю, да, этот хохолок. Я и птички прорисовываю. Прям такой иракесик, который лежит на ее голове. Кончик этого хохолка мы сделаем даже беленьким. Так, птичка нарядная. И я сейчас беленьким чуть-чуть пройдусь еще по тем местам, которые более светлые. Так, а какие более светлые места? Ну, животик там, оперение чуть-чуть более светло-серое. Кисточкой поглажу. А спинка ее чуть-чуть более такая светленькая. Я ее капельку поглажу, эту спинку. Так, вот видите, да, как я выглаживаю. Прям вот у меня кисточка полусухая. И я этой кисточкой так красиво тут вожу. В общем, красивая птичка должна быть красиво нарисована. Ее... У нее щечки красненькие. Прям, знаете, там такое оперение хорошее. Вот можно в этом оперении ковыряться. Вот кто любит с птичками ковыряться? Вот сегодня такой ковырятельный процесс. Немножко поярче я сделаю замеса. И даже в этот замес я, наверное, знаете, я вот на референс, на фотографию птички смотрю, и тут, наверное, вот даже вот какой-то такой вот серо-оранжевый. Ох, ох, как я люблю вот эти все оттеночки серенького. Ну, просто настолько благородный цвет серый. И он принимает на себя все цвета. Он сочетается, кстати, со всеми цветами. И вот здесь я чуть-чуть за чуток вот эту вот щечку поглажу. И начало ее хохолка я тоже выведу капочку вот таким вот оранжево-сером. А вот, слушайте, а вот птица наша готова. Но она еще не совсем готова, конечно, потому что на крыльях невероятной красоты полоски. Просто невероятной красоты. Всегда вам говорю, если вы работаете уже по существующей, да, вот основе, вот в данном случае нам эти полоски надо будет делать желтым, вот на крыльях, на черных, то у вас желтый не ляжет. Вот не ляжет и все тут. Вы его уплотните. А уплотняем мы всегда желтый-белым. Вот мы его сейчас уплотнили. И вот такой уплотненный замес, вот он и красиво ляжет на... не будет смешиваться с этим черным. И я прям вот такие вот полосочки вывожу. Вот смотрите, вот так вот. Раз, раз, раз и поглаживаю. Вот так погладила, да. И конец хвостика тоже желтенький. Вы представляете, вот она летит, эта птичка. Раскрыла свой хвостик, а там желтый веер. Ну, вообще фантастика. Мало этого, тут еще идет и полосочка, и беленькая, и красненькая. Представляете, вот просто не птица, а какая-то новогодняя игрушка. Так, красный. Красный, ложась на черный, тоже будет коричневатым. Здесь надо быть аккуратненьким. Красный должен быть такой... А знаете, мы как сделаем? Смотрите, мы тоже, мы тоже не лакомшиты. Мы немножечко вот так сделаем красный. Чуть-чуть подмешаю в замес желтого и белого. Вот. И тогда этот красненький будет просто... О, а да, он прекрасно ложится. Так, красненьким мазнула. Красненькое вот здесь вот, знаете, вот основание хвостика тоже вот именно такого цвета. Красненького. И вот здесь основание хвостика давайте таким же красненьким и выведем. Так, ну и белый. Ну и давайте рядом с красненьким идет белое пятнышко. Вот так помажем. Беленькое идет где-то вот еще вот здесь вот. Опа, в серединочке. Так, еще беленькое, знаете, где идет? Беленькое идет между бородкой и между вот этой масочкой. Там идет беленькое. Вот так. Вот. А клюв, 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 а клюв серо-голубой. Серо-голубой клювик. И я его вот так серо-голубым и нарисую. Я еще раз прошла с черным цветом по масочке своей птички и по бороде. Мне хочется вот, ну просто яркого, сочного, черного цвета. Он у меня опять не получился. Ну ладно, ну что делать? Я на этом успокоюсь. И нужно вывести глазик. Глаз приходится прямо на эту масочку. То есть он не виден. Единственное, что там идет, знаете, ну блик какой-то идет. Вы можете взять и, например, тоже вот серо-голубым этот глазик прорисовать. Вот так вот поставить вот этот вот глазик. Вот. И в глазике нарисовать зрачок черный. Поставим блик беленький. Так, вот наша птичка. Смотрите, серьезная такая красивая свиристель. И чуть-чуть под глазиком, под масочкой идет беленькая полосочка. Вот такая красивая птица. Так, что у нее с ногами? А с ногами у нее еще и штанишки имеются. И эти штанишки, они тоже серенькие. Серые штанишки. Поэтому давайте-ка вот серые штанишки так вот погладим. Если они приходятся на какую-то темную часть вашего фона, сделайте их более светлые. Вот так вот. Я прям поглажу, знаете, даже прям и беленьким штанишки. Вот. Для красоты работы можно сделать все, что хочешь. Даже отойти от оригинала и от референса. Ножки можно черные сделать. Ножки можно такие сделать, знаете, серо-голубые, серо-синие даже мы сделаем эти ножки. Но прежде чем делать ножки, а с птичкой я уже закончила, я ничего здесь делать не буду. Я сейчас ветки сделаю. Так, какого цвета мы будем делать ветки? А ветки мы будем делать моего любимого коричневого шоколадного цвета. И сделаем такой замес. Мы возьмем красный. И добавим туда черного. Вот такой, смотрите, коричневато-красный у меня получился. Но я бы хотела его сделать за чуток посветлее. И я... Вот у меня здесь было много желтого. И я вот этот вот замес еще и с желтым подмешиваю. Мне не хочется, чтобы темный цвет веток спорил с птичкой. Но мне хочется, чтобы ветки как бы дополняли птицу. Поэтому я их делаю светлее. И возможно, даже я еще и желтенького сюда подбавлю. Вот такой вот красивый цвет. А у рябинки, кстати, ну не темно-коричневые веточки. А вот такие они какие-то, такие красно-коричневые и немножко с желтым. Вот, смотрите, такой красивый цвет. Ну и давайте какие-то веточки здесь прорисуем. Где у нас будет веточка? Она вот так вот сразу пойдет. Тут веточки можно, знаете, рисовать. Я вот так вот кисточкой люблю просто возить. Видите, я ее беру за кончик и кисточка у меня хорошо, так легко гуляет в руке. И я эти веточки навожу. И причем, смотрите, я немножечко даже подкручиваю свою кисточку. Вот так вот, чтобы ветки не были ровненькие. Смотрите, я немножко кроме вот этого светло-коричневого, я еще и темно-коричневый захватываю. Вот здесь вот мне красненького не хватает. Для чего красненький? Для того, чтобы подчеркнуть вот это пятнышко на крылья своей птички. Для того, чтобы подчеркнуть животик. Там он животик тоже такой красно-коричневатый. Вот чуть-чуть. И я вот красно-коричневым кое-где эти веточки и прорисовываю. Ну и давайте ягоды посадим. Давайте рябинку нарисуем. Здесь уже получается очень красивая такая работа у нас с вами. И мы сейчас... Ну, разбросайте эту рябинку где хотите. Смотрите, как мы сделаем. Я вам сейчас покажу, как это делается. Вот в этот же замес коричневый, да, вы чуть-чуть побольше красного подкладываете. И это будут ягодки, которые у нас с вами теневые. Так, тёмные ягодки я прописала. Теперь чисто красным я буду прописывать ягоды, которые уже поближе к нам. Сейчас я посмотрю, что это и как будет. Так, насколько красненькие. А вы знаете, я немножко, вот так вот я сделаю, я немножко этот красный смешаю с жёлтым. Чуть-чуть. Вот, чтобы у меня получился такой оранжево. Красно-оранжевый. Вот так вот, красно-оранжевый. И ягодки, ага, и вот смотрите, и ягодки я прорисовываю капочку уже таким красно-оранжевым. Вот смотрите, я прорисовала. Соберите рябину в грозди, чтобы было видно, что это рябина. И вот сейчас можно прорисовать ножку этой птички. Ну, мы нарисуем одну ножку, понятно, что у ней две ножки. И вот здесь вот я и прорисовываю просто палочку. И знаете, и даже я вот так вот нарисую. Вот так вот нарисую, что она схватилась за веточку. Так, чтобы пальчики были видны, немножко можно их и вот так вот беленьким. Они, кстати, поблескивают беленьким. Ну вот, наша птичка готова. Что здесь еще мне хочется? Не знаете, а мне хочется показать, что это зима. Вот реально хочется показать, что это зима. Не знаю, испорчу я свой рисунок или нет. Но я сейчас немножечко положу чуть-чуть снега на ветки рябины. Мне кажется, это будет очень красиво выглядеть вот с таким сине-зеленым фоном моей работы. Давайте сейчас я так и сделаю. Ну вот, моя работа готова. Получилась очень красивая работа. Этот фон, он, ну, для меня он немножечко активный, но в принципе выделяется все. И мне кажется, снег это как объединяющая часть вот для всей этой работы. И прекрасно смотрится и свиристель, и ягодки рябинки тоже прекрасно смотрятся. Сейчас приближу камеру, посмотрите чуть-чуть поближе. Я советую вам сделать такой интересный фон, поэкспериментировать. Советую вам нарисовать эту птичку свиристельку. А я желаю вам хорошего творчества. Желаю наслаждения от процесса работы красками. И прощаюсь с вами. Пока-пока.